Всем большой курлык, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Андрюха, и добро пожаловать на рубрику «Механизмы с Роукрафт». И сегодня я хотел бы вам рассказать о таком механизме, как полуавтоматическая ферма огорода. Сейчас у меня находятся здесь две версии этого механизма. Это старый, который я придумал в 2014 году, а это новый, который я уже создал буквально сегодня, на самом деле месяц назад, но записываю сегодня. Давайте рассмотрим, как работает вот этот старый механизм. Вы сажаете здесь урожай, когда он вырастает, приходит время нажать на эту кнопочку. Что он осуществляет? Здесь у нас находится люк, на котором находятся гравий и сверху водичка. Вы активируете люк, он у вас ломается, гравий падает, и затем вода выливается. Вода смывает абсолютно весь урожай, и по идее, в конце концов, он должен... так, не то... Весь урожай должен упасть в сундук. Но поскольку тут я совершил небольшой косяк, вот это мы сломаем, вот это тоже, все это у нас попадает в итоге в сундук. То есть вот такова работа этого механизма. Но минус его в том, что каждый раз надо будет ставить этот люк, каждый раз, когда вы будете активировать. С новой же версией вам нужно будет использовать только поршень. Вот представим, у нас тоже вырос урожай, вот здесь уже все готово. Вырос у нас урожай, мы нажимаем на рычаг, и вот у нас полилась вода, все в нашем сундуке. Но тут не только урожай, а все, что я здесь копал, строил, выкидывал. То есть это достаточно реально крутой механизм. Что вам нужно здесь сделать? Вам нужно только удобрять почву. Сейчас я даже покажу, как это делается. Вот берете эту селитру. Она, если что, в пустыне. Вот такая вот руда. Вы удобряете почву, и затем сажаете какой-то урожай. Затем, когда вырастает, вы просто нажимаете на эту кнопку. Да, работает. Тут по идее, да, все работает на уроза. Вот, вот таким образом. Вода у нас льется, льется, все смывает, и в итоге урожай весь попадает в сундук. Я думаю, работа понятна. Теперь перейдем к маленьким нюансам. Поршни я здесь использовал вот такие вот, с железными точками. И настройки здесь стоят вот такие. Везде по единице и фаст. Далее. Желательно здесь делать именно в три блока. То есть, раз, два, три, три ряда. Объясню почему. Наша селитра. Да, наша селитра. Сейчас я найду грабли. Она удобряет целых девять кусочков, так скажем, земли. Ну, сейчас вы увидите. Девять блоков. Вот это, кто не знает, как удобрять почву. Вот мы видим здесь абсолютно просто обычная земля. Точнее, обычные грядки. Мы нажимаем. И, пожалуйста, у нас это все дело удобряется только на девять блоков вокруг. Поэтому здесь желательно делать девять блоков, чтобы как можно рационально использовать нашу селитру. Также здесь не нужно забывать о воде. Ее можно разместить как вот здесь в краешку, так ее можно прямо вот под этими всеми грядками тоже разлить. Это нужно для того, чтобы наша земля была сырой, чтобы урожай смог расти. Здесь в конце я сделал вот такую вот вещь. Разлил воду. Ее нужно разлить на восемь блоков и сделать так, чтобы все это попадало в наш сундук. Теперь давайте перейдем к строительству этого механизма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!